ребятки всем огромнейший привет приглашаю вас провести этот день вместе со мной и посмотреть чем занимается американская безработная сидят дома да 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 ребята именно безработная так как уже 10 месяцев да я не работаю с марта месяца уже 10 почти 10 месяцев как я не работаю ну понятно причина на всем понятно почему из-за пандемии так как до пандемии я работала в ресторане понятно что со всеми этими событиями ресторан наш закрылся ресторан закрылся в марте месяце когда начался вот этот вот пик всего этого заболевания у нас здесь нью-йорке и до сих пор из ресторан я бы сказала так частично частично только открыт на же очень сильно упал бизнес понятно что посетить или нет тем более наш ресторан находится при гостинице понятно что туристов сейчас нью-йорке абсолютно нет поэтому я сижу дома я сижу на пособие кому интересно будет я скажу что мое пособие это 420 долларов в неделю мне исправно каждую неделю правительство выплачивает это пособие все расходы сейчас взял конечно же на себя мой муж мне говорит не волнуйся сидит дома ему даже нравится когда я дома что я ему все время что-то новенькое готовлю что я его провожаю на работу что его встречаю с работой он балдеет ему это очень-очень нравится но дальше посмотрим как оно будет конечно дай бог чтобы эта проклятая эпидемия уже скорее закончилась которая нам безумно надоело конечно же я планирую выйти на работу не думаю что в этот свой ресторан потому что и до эпидемии там у меня были как и кое-какие нюансы которые меня не очень устраивали не знаю выйду ли я на эту работу скорее всего нет но все-таки намеренно искать работу именно в ресторане потому что мне нравится эта работа эта работа с людьми это постоянное общение это поживем увидим а пока приглашаю вас провести этот день со мной посмотреть чем я занимаюсь что я готовлю кушать уж на пойдемте готовить завтрак а что у меня сегодня на завтрак вчера была в русском магазине купила вот такой вот крестьянский хлеб написано сто процентов натуральный кусочек сыра взяла сыр козий вот такой кусочек стоит 315 порезала авокадо у нас кстати авокадо сейчас очень дешево можно купить маленького коды буквально стоит 50 центов немножко побольше 70 центов и большое так ну доллар наверное это довольно таки дешево я думаю сейчас наверное сезон авокадо авокадо нам к нам приезжает из мексики так что 50 центов за авокадо я думаю совсем недорого сделала чай себе что-то мне захотелось холодный чай вот заварила вчера с вечера холодный чат то есть горячий вчера он был сегодня он холодный купила вот такой вот чай на в русском магазине тоже пинаколада называется зеленый чай с манго из pineapple pineapple это ананас хорошо пахнет так такие вот пакетики видите буду пить холодный чай сегодня вот еще перелью остатки перелью такие бутылочки они у меня стеклянные кстати ребята лайфхак от меня чай пейте и заваривайте только в стеклянной посуде он тогда очень вкусный намного вкуснее чем в обычных чашках завтрак у меня сегодня вообще авокадо мы кушаем каждый день и муж и я очень любим авокадо авокадо очень полезно а сын у меня его терпеть не может он его не ест вот чай меня сегодня что мне сегодня захотелось чай не кофе обычная пью кофе две бутылочки поставлю в холодильник можно будет течение дня пить или даже на следующий день сейчас покушай пойдем друзья мы с вами куда-нибудь погуляем красиво украшают у нас вестибюль в нашем доме настоящая елочка такой запах стоит запах нового года каждый год ставят эту елочку здесь у нас сегодня прохладно всего лишь 5 градусов тепла и ветерок такой но ничего мы с вами все равно пойдем прогуляемся сегодня хочу сходить в свой любимый магазин я его так называю находится он недалеко от моего дома и я конечно же сто раз видела этот магазин и почему-то раньше думала что это секонд но когда зашла туда буквально я его обнаружила для себя может быть год назад когда первый раз зашла туда я поняла что это не секонд а это outlet то есть все большие магазины что они не не распродают отдают этому магазину и можно найти хорошие вещи довольно таки хорошие дорогие вещи за очень низкую цену пойдемте посмотрим что мы сегодня там с вами купим не не знаю разрешат ли мне снимать там я никогда там не снимала но в общем-то втихаря что смогу засниму нас во многих магазинах не любят когда снимают и просят чтобы убрали камеру что посмотрим вот так выглядит мой любимый магазин который называется famous бренд как я уже и говорила в этом магазине можно найти довольно таки хорошие вещи дорогие вещи но просто за смешную цену ну вот например вечернее платье которое стоит сто семьдесят девять долларов вы сможете купить за 1499 в этом магазине также продается обувь но допустим вот такие вот неплохие полу сапожки можно купить всего лишь за 8 долларов а также огромное количество свитеров на любой вкус и цвет вот такой свитерок я себе недавно купила стоит он всего лишь 1299 и и и и и и и и и в этом магазине отличный выбор блузок а я их очень люблю и с удовольствием ношу и и А также отличный выбор в этом магазине Брюк и джинс Ну вот посмотрите, например, джинсы можно купить всего лишь за 7 долларов Небольшая примерочка сейчас Не могла уйти из своего любимого магазина Не купив себе что-нибудь, какую-нибудь обновку В общем, я купила вот такую вот блузочку Посмотрите, какая необычная Какая вот здесь кружочки, клеточка Вот здесь даже полоска Мне очень понравилось И села она так хорошо на меня Рукав такой необычный Посмотрите Ребята, все это удовольствие всего лишь 12 долларов Вот здесь, конечно, висит этикетка Где она? А, вот, висит этикетка здесь из магазина Не знаю откуда, наверное, Мэйсис Но цену обрезали Нет цены Ну, я думаю, не меньше 40 долларов Она точно стоит Потому что качество обалденно Для меня самое главное, чтобы было хорошее качество А на ужин у меня сегодня Пирог с яйцом и зеленым луком Пирог буду готовить заливной на кефире Кефир у нас в Америке вот так называется Баттермелк Муку буду использовать из цельного зерна Потому что она намного полезнее Ну, что мне тут еще надо Разрыхлитель, соль, перец, топленое масло Я думаю, каждая хозяйка знает этот рецепт Но я его первый раз готовлю Так что не знаю, как он у меня получится Вкусный или нет Но, в общем-то, приготовлю Посмотрите, как мы будем его пробовать Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот, друзья, такой получился у меня пирог на кефире С яйцом и зеленым луком Довольно-таки выглядит аппетитно Пахнет хорошо Сейчас будем пробовать Муж уже попробовал Смотрите, вилкой отковырнул Но его же надо резать Сейчас порежу Итак, сегодня что у нас на ужин? Вчера была в русском магазине Купила икры Ребята, если хотите сравнить Цена на икру у нас 34 доллара за паунд Паунд это 450 грамм Купила селедку под шубой Вчера в русском магазине Довольно-таки вкусно готовят ее Вчера у нас такой сборный сегодня ужин Вот, разогрела котлетки Вчера делала рыбные котлетки И в русском магазине вчера купила Вот такой вот актапус Не знаю, извините Не знаю, как актапус сказать по-русски Вчера такой сборный ужин Даже вот на сковородке подала У нас называется это Деревенский стиль Когда подаешь на сковородке Вчера приятного нам аппетита Пирог, кстати, друзья, очень мужу понравился Вообще он у меня яйца любит Поэтому, говорит, все, что с яйцами Мне нравится Вот так выглядит внутри Ну, в общем-то, советую Вот так и прошел мой день Вроде ничего не делала, а устала Вот прилегла отдохнуть Только проводила мужа на работу Всегда, когда он уходит Так как-то грустно становится У нас с ним есть такой обычай Он выходит из дома Я иду к окну И всегда ему машу ручкой Сейчас сынуля мой с работы придет Его встречу, его накормлю Ну, у него своя жизнь У него там свои друзья онлайн Он покушает и сразу бежит с ними Играть в игры на PlayStation А я посмотрю какой-нибудь фильм Или сериал Кстати, посоветуйте хороший русский сериал Очень люблю русские фильмы Русские сериалы Но как-то уже все пересмотрела Даже не знаю, что смотреть Кто смотрел классный русский сериал Посоветуйте А я с вами прощаюсь, друзья Пока-пока До следующих встреч